ДОКОЗАТЕЛЬСТВА Если бы кто-то представил объективные данные о том, что инопланетяне существуют и бывали на Земле, мы были бы в восторге. Доказательства будут изучаться под электронным микроскопом. В поисках лучшего доказательства мы и проверим рассказы о похитителях инопланетянах. Лучшее доказательство, похищенное инопланетянами. Я уверен, есть убедительные доказательства, что инопланетяне похищают людей. Когда люди вроде профессора-историка Дэвида Джейкобса делают такие заявления, они могут ожидать волны недоверия со стороны научной общественности. А те, кто говорят, будто их похищали, рассказывают истории, которые кажутся невероятными. У меня есть дети инопланетяне. Рассказы — это не научные доказательства. Уже больше 50 лет верящие в инопланетные похищения уверяют, что когда-нибудь факты докажут их правоту. Это порочный круг. Они говорят, что факты все докажут, и потому этим не занимаются. Но если этим не заниматься, то не будет более достоверных данных. Некоторые сторонники НЛО говорят, что доказательства уже имеются. Мы считаем, что у нас есть убедительные доказательства того, что похищения реально происходили. Однако большинство ученых настроены скептически. Мое мнение или еще чье-то не считается, важно то, что можно доказать. Вы и можете поставить опыт и доказать, что это правда. Если появятся достоверные факты, большая часть остальных доказательств останется простыми рассказами. Мы знаем, что людям свойственно ошибаться. То, что, как вам кажется, мы видели, может оказаться не тем, что вы видели. У людей бывают странные психологические и когнитивные эпизоды. Несмотря на все споры относительно НЛО, никто не сомневается в том, что многие из тех, кто говорят, что были похищены, искренне так думают. Сейчас есть много данных, опубликованных данных, которые показывают, что они в здравом уме. Второе объяснение – это то, что они отчаянно хотят привлечь к себе внимание. Они хотят стать знаменитостями. Но это тоже не так. Прежде чем проверять достоверность рассказов похищенных, надо рассмотреть саму идею о том, что инопланетяне существуют и посещали Землю. Это спорное мнение почти не находит поддержки в научном сообществе. Доктор Брюс Макаби – ученый, который убежден, что корабль инопланетян посещал Землю. Если вы готовы работать, то вы сами едете расследовать и разговариваете с очевидцами. Доктор Макаби – физик, работает в штабе наземных операций военного флота США. Я пришел к выводу, что НЛО существует. Очевидцы, с которыми я разговаривал, не были пьяницами или людьми с психическими отклонениями. Они оказались весьма убедительными. Он занимается НЛО 60-х годов, и его расследование не ограничивается показаниями очевидцев. Он считает, что на настоящее время самым убедительным доказательством служат фотоснимки, сделанные в городке штат Орегон. Фотодоказательства. Подлинность этих фотографий жарко обсуждалась с тех пор, как они были сделаны Полом и Ивлен Трент 11 мая 1950 года рядом с их домом в Макминвилле. Доктор Макаби внимательных изучил и считает, что они служат самым убедительным доказательством. На изображении внизу есть блеск. Он у темнее окружающего неба, но у него есть блеск. Это видно при сравнении с баком. Он очень темный. Анализ теней помогает ему установить, является ли сфотографированный объект маленьким и близким, например, колпаком, висящим на проволоке, или далеким, как летящий самолет. Я заключаю, что снимки из Макминвилля подлинные. Мой анализ подтверждает, что они действительно видели какой-то странный летящий объект с ясной формой и сфотографировали его. По-моему, самым простым объяснением будет то, что сюда прилетают инопланетяне. Если инопланетные корабли действительно кружат вокруг планеты Земля, то вероятно, что их обитатели захотят исследовать ее жителей. Те, кто утверждает, будто их похищали, уверены, что похитителями были инопланетяне. Некоторые даже говорят, что их захватывали много раз. И большинство говорят, что их это травмировало. У меня страха нет. Только Пэтси Чамбер считает, что инопланетяне дружелюбные. Очевидцы. Я всегда вижу ярко-зеленые орелы вокруг мебелью дверей. И в двери я вижу высокий темный силуэт кого-то, кто стоит в дверях. Меня спрашивают, Пэтси, ты отправишься со мной? И я всегда говорю, да. Пэтси говорит, что ее увозили несколько раз. И я не помню, как покидаю комнату, как стою с кровати, как попадаю туда, куда меня берут. Мы все что-то видим, что-то переживаем. Она член группы поддержки похищенных. В группе не все разделяют ее положительные отношения к пережитому. Передо мной кто-то стоял. Их спины были выше сиденья, громадные, широкие плечи. Похожие на ящеров, широкоплечие. Головы были круглые, с длинными тонкими шеями. Большие головы, большие глаза, кожа чешуйчатая. Я испугалась, они показались мне ужасными. Их рассказы кажутся невероятными. Но даже скептики признают, что большинство людей, которые говорят, что их похищали, в основном нормальные обычные люди, которые искренне верят, что участвовали в необычных событиях. И при таком большом числе схожих рассказов не становится ли дело об инопланетяных похитителях убедительным? Конец первой части. Лучшее доказательство, похищенное инопланетянами. Часть вторая. Значительное количество людей в Соединенных Штатах утверждают, будто их похищали инопланетяне. Хотя научное сообщество настроено скептически, похищено, и многие уфологи считают, что пережитое мириально и подкреплено конкретными фактами. Обычные простые люди, но пережившие необычные события. Это глобальное явление. Это происходит везде. И они рассказывают одно и то же. Для Дэвида Джейкобса, профессора-историка из университета Темпл, схожесть деталей, приводимых совершенно независимыми очевидцами, сверетельствует о том, что в их рассказах должна быть истина. Профессор Джейкобс уже довольно давно изучает феномен похищений. Огромное число людей были похищены. Огромное число. Наша статистика говорит, что похищали как минимум 2% американцев. Если, как утверждает профессор Джейкобс, больше полумиллиона жителей Соединенных Штатов в какой-то момент были похищены, их рассказы должны быть схожими. И если это так, то доводы сторонников этой теории станут более весомыми. Пережитое Многие люди, рассказывающие о встрече с инопланетянами, отмечают похожие вещи. У них большие темные миндалевидные глаза, маленькие острые подбородки и длинные тонкие пальцы. Ростом они чуть больше метра обычно имеют серую кожу. Почему их и прозвали? Серыми. Один серый привел меня в помещение вроде класса, и я его лица не видела. Он очень ласково назвал меня по имени. По моему имени Девра. И меня вели внутрь. Я почувствовала длинные пальцы у меня на руке, я их ощущала, но не могла посмотреть. При типичном похищении человека берут из привычного окружения. Судя по многим рассказам, инопланетяне проводят медицинское обследование. И то, что случалось с похищенными, часто совпадает. Я была в медицинском кабинете, меня обследовали. Их берут на борт объекта, НЛО. Их раздевают, кладут на стол. Я помню, что вдоль моего тела водили разными приборами. Их снимают со стола и ведут в другое помещение. Многие рассказывали, что их водили в детскую, где младенцы, инопланетяне, плавали в емкостях, наполненных жидкостью. Дети частично человеческие, но волос малые, глаза большие. Миндалевидные. Их возвращают домой. В считанные секунды они забывают то, что с ними случилось. Но они знают, что случилось нечто странное. Так же типично, что первоначальные воспоминания о похищении бывают смутными. Некоторым людям удалось с помощью гипноза восстановить воспоминания о том, что было на борту инопланетного корабля. Восстановленная память. Барбара Лэм провела более 2000 сеансов гипнотической регрессии с более чем 500 похищенными. Люди, которые ко мне вращаются, имеют весьма четкие основания считать, что с ними случилось что-то необычное. Знаю, что меня брали существа Стау-Кита. Наши подсознания регистрируют все, что с нами происходит, даже то, что наше сознание не помнит. И они приходят ко мне с обрывками воспоминаний, мы говорим об этом, но они решают, что хотят провести регрессию и подробнее узнать, что происходило. Кажется, будто когда я попадаю на корабль, напланетяне всегда оставляют подсказку. Иногда я могу вспомнить, иногда не могу. Когда я не могу вспомнить, то отправляюсь к Барбаре. Она проводит регрессию, и я восстанавливаю память. При регрессии мы погружаемся в состояние глубокой релаксации, получаем доступ к воспоминаниям, которые хранятся в подсознании. Вижу зеленое лицо. Похоже на насекомое. Я лежу, но на мне нет одежды. Это как бы открывает мне дверь к воспоминаниям, которые были блокированы. Они были полностью закрыты. Я пыталась вспомнить, что было после того, как я увидела зеленый свет, но не могла вспомнить остальное. Я поняла, что Тау Кичани взяли меня к себе на планету, но я не могла увидеть, что было на той планете. Я видела только зеленый квадрат, и 12 лет не могла вспомнить больше ничего. Барбара провела меня через эту преграду на другую сторону, и я смогла начать вспоминать, и кажется, что осталось еще много такого, что я не вспомнила. Чтобы в это поверить, надо через это пройти. Я понимаю, что это звучит совершенно дико, а кое-что кажется необъяснимым. Я могу только сказать, что я там была. Я это испытала. И на моем месте вы тоже испытали бы это. Но я могу легко понять людей, которые этому не верят, потому что это звучит дико. Вы спокойно и расслаблены. Можно ли верить воспоминаниям, восстановленным с помощью гипноза? При регрессии надо опасаться ложных воспоминаний, и поэтому важно проводить очень медленно, подробную и постепенную регрессию. Я уже видела его на корабле. Нет никаких доказательств того, что гипноз помогает восстанавливать память. На самом деле, данные говорят о том, что гипноз не только не помогает вернуть воспоминания, но и опасен. Тем, что можно поверить в подробности того, чего на самом деле не происходило. Все мы, когда мы живы, воображаем что-то, склонны путать, было ли это продуктом фантазии или реальностью. Так что можно что-то вообразить, а потом со временем начать думать, что это было на самом деле. Сторонники истории о похищениях утверждают, что психологи и традиционалисты предупреждены еще до оценки. Они исходят из предположения, что все эти описания – ложные воспоминания. Разоблачители бесполезны, у них другие цели. Их цель – показать, что этого просто не происходит, и при этом они совершенно не знают предмета. Доктор Кланцей предполагает, что для людей, называющихся похищенными, вера в пережитое дает утешение. Наша вера служит некой цели, она дает нам объяснение, она устраняет из нашей жизни двусмысленность. Эти люди активно ищут смысл, пытаются понять что-то, и инопланетные похищения им очень подходят. Хотя рассказы очевидцев очень яркие, им пока не удалось убедить ученых принимать их утверждения всерьез. Ученые по-прежнему ждут материальных доказательств. Материальные доказательства. Доктор Роджер Лир, хирург из Калифорнии, утверждает, что имеет нечто осязаемое. Оказывается, не все люди, похищенные инопланетянами, возвращаются только с воспоминаниями. Я хирург-ортопед, извлекал из тела человека многочисленные объекты. Среди них есть объекты, которые, как мы считаем, имеют внеземное происхождение. Вот он. Положим его на кусок марли. Сильное давление. Такое чувство, что его вырвали. Я считаю, что некоторые из этих объектов могут являться продуктом очень совершенных нанотехнологий. Если при исследовании окажется, что эти объекты имеют внеземное происхождение, научное сообщество начнет относиться к рассказам похищенных гораздо серьезнее. Традиционная наука давно требует, чтобы верящие в НЛО и похищения предоставляли доказательства. Доктор Лир утверждает, что он их нашел. Усок объекта такого размера излечен из кисти. Хороший пример. Мы считаем, что это бесспорные материальные свидетельства того, что феномен похищений реален. Чтобы проверить, являются ли, собранные доктором Лиром, имплантаты доказательством похищения и их исследуют в одной из самых современных лабораторий для анализа материалов. Ученые признают, что не могут доказать того, что инопланетян не существует. Но они твердо уверены, что всегда смогут проанализировать и объяснить любое доказательство, предоставленное теми, кто верит в пришельцев. Если понять, что законы физики, известные на Земле, действуют во всем космосе, то будет трудно объяснить, как инопланетяне преодолевают огромные расстояния, связанные с межзвездными путешествиями. Космические расстояния. Многие ученые считают, что единственный способ доказать существование жизни вне Земли — это галактический поиск признаков внеземного разума. Наиболее вероятным признаком был бы радиосигнал. Главная исследовательская организация в этой области — это институт SETI. Это расшифровывается как «Поиск внеземных цивилизаций». Доктор Сет Шостак — один из ведущих астрономов. Некоторые думают, что инопланетяне существуют, но вопрос в том, есть ли они на самом деле. Я в их существование не верю. Свет проходит через нашу галактику за 100 тысяч лет. Наши ближайшие соседи по космосу не смогут заскочить к нам на денек. Физика не говорит, что вы не можете лететь к звездам. Вы можете это сделать. Но вам либо придется двигаться с очень высокой скоростью, что опасно и потребует огромных затрат энергии, если вы, например, захотите добраться до другой звезды меньше, чем за 100 лет, либо же вам придется двигаться очень медленно и быть готовыми к тому, что ракета должна будет лететь примерно 100 тысяч лет. Мы пытаемся найти разумную жизнь, но не лететь туда и не ждать, что они сюда прилетят. Мы просто пробуем подслушать сигналы. С помощью огромных радиотелескопов ученые института ловят электронные сигналы внеземных цивилизаций. У нас на небе словно наушники. Вы видите много точек. Это шум, космический шум, шум от приемников. Очень заметно вот эта прерывистая линия внизу. Это то, что мы ищем сигнал. Вот участок радиошкалы, сигнал, который нам скажет, что передачу ведут инопланетяне. Это искусственный сигнал. Наверное, инопланетный сигнал будет не столь очевидным. Что доктор Шосток может сказать об утверждении, будто сюда прилетают инопланетяне? Не думаю, что такое происходит. Думаю, если бы это было так, то не было бы споров и обсуждений. Доказательства были бы такими ясными, что сомнений не оставалось бы. Похищенный не сомневается в том, что инопланетяне рядом и что они с нами встречались. Но не могут ли эти впечатления быть просто с нами? Сны об инопланетянах. Так считают многие ученые. Как правило, все начинается ночью, в постели. Я не могу заснуть. Вдруг это чувство. Я ворочалась в постели, вставала и ложилась, двигалась. Я уже готова была заснуть, как вдруг у меня за окном появился яркий свет, и перешел в комнату. Исследователи утверждают, что эти ощущения имеют в качестве источника распространенное, но плохо изученное нарушение сна. У многих людей, сообщавших о том, что их похищали инопланетяне, мы находили убедительные свидетельства наличия периодического утреннего паралича. Когда мы видим сон, наше тело на самом деле парализовано. Утренний паралич происходит тогда, когда люди просыпаются, прежде чем прекращают видеть сон. Они не могут шевелиться и продолжают видеть сон. То, что они видят и ощущают во сне, кажется им таким же реальным, как повседневная деятельность вроде вождения автомобиля. Сознание вмешивается в состояние быстрого сна. Человек полностью осознает окружение и находится в полном сознании. В результате он осознает, не способный шевелиться, что само по себе очень страшно. А у значительного числа людей появляются зрительные ощущения, которые чаще всего называются посещениями. Давайте поговорим о ваших самых ярких посещениях. Кристина страдает утренним параличом. Это была женщина. Белая колдунья, старуха с длинными седыми волосами. Она стояла в моей кровати. Им трудо познать это как нарушение сна, потому что это ощущается как нечто реальное. Для доктора Тома Юди живость и реальность пережитого теми, кто считает себя похищенными, это симптомы утреннего паралича. Все оказалось реальным. Если с вами это произойдет, вы будете знать, что это на самом деле. Со мной никогда не происходило ничего столь реального и яркого. Это действительно происходит. Надо понимать, что человек действительно получает зрительные ощущения, он в сознании, он парализован и действительно что-то видит. Ученые, следующие культурные референции при утреннем параличе, обнаружили ряд исторических связей с древним фольклором, который на многие сотни лет предшествует наблюдениям НЛО. Фольклор. По словам бихевиориста, доктора Дэвида Хаффорда, в большинстве культур есть рассказы о существах, являющихся по ночам. Такие посещения индейцы Навахо называют призрачной болезнью, жители Южной Азии джином, европейцы ночными страхами. Одно и то же явление происходит в различной культурной среде, в том числе у людей, которые никогда об этом не слышали. И когда в Юго-Восточной Европе люди говорят о вампирах, то объяснять такое надо именно так. И когда говорят о колдовстве, о ведьмах, то объяснение тоже. По-моему, это поразительно. Никто не поверит во вторжение чужаков-старелок. Последние 50 лет инопланетяне постоянно работают в индустрии развлечений. Но до их появления на экранах никто не сообщал о личных встречах с ними. При посещениях во время утреннего пролеча существо часто появляется из стены. Раньше люди считали, что это призрак. Мы с мистером Споком отправимся на планету и доставим лекарства губернатору колонии Дональду Крою. У людей, которые видели Стартрек, появляется научно-фантастическая модель. Ученые полагают, что воспоминания о похищениях основаны на образах, присутствующих в научно-фантастических книгах и фильмах. Они также продолжают требовать материальных свидетельств реальности НЛО и похищений. Уфологи говорят, что они их имеют. Выдержит ли их доказательство анализ в одной из самых передовых лабораторий по исследованию материалов? Конец второй части. Лучшее доказательство, похищенное инопланетянами. Часть третья. Пока нет неоспоримых доказательств того, что Землю посещали инопланетяне. Но есть тысячи рассказов людей, которые утверждают, что их похищали. Однако человеческая память славится своей ненадежностью. Ненадежная память. Некоторые из похищенных говорят, что пережитое имея и запечатлелось у них подсознание, а позже было восстановлено. Такие психологи, как Сьюзен Кланси, говорят, что память устроена не так. 30 лет лабораторных исследований убедительно показывают, что память ненадежна. Воспоминания искажаются и стираются. И достаточно легко создать ложные воспоминания, даже ложные воспоминания о травмирующих событиях. Я покажу вам несколько слайдов с изображением автомобильной аварии. Внимание на монитор. В серии экспериментов Гарвардского университета доктор Кланси показывает, как легко имплантировать ложные воспоминания. Испытуемым показывают фотографии дорожного происшествия. На одной из фотографий имеется дорожный знак. Затем участника просит рассказать о том, что он видел. Какая-нибудь машина обгоняла красный Датсон, когда он стоял на перекрестке у знака остановки? На самом деле знака остановки нет. Доктор Кланси пытается имплантировать ложные воспоминания. Большинство участников отвечает правильно на все вопросы, кроме одного. Кажется, я видела знак остановки. Большое вам спасибо. Исследования также показывают, что после того, как ложное воспоминание имплантировано, люди уверены в том, что это факт. Я чувствую, что это было в середине. Скептики говорят, что гипноз — это верный способ превратить воображаемые события в яркое воспоминание, даже если гипнотизер и участник стремятся к объективности. Вы ощущаете какое-то движение, перемещение? Да, вагон едет по рельсу. Вы входите в состояние, когда вы освобождены. В таком состоянии люди склонны ярко представлять себе, что могло происходить, и путают плод своего воображения с тем, что с ними было на самом деле. Я видела, как что-то вошло в заднюю дверь, хотя дверь была закрыта. Уфологи говорят, что наука полвека игнорирует накапливающиеся свидетельства о том, что инопланетяне посещали Землю, что у них есть программа похищения людей и экспериментов над ними. Для скептиков идея о том, что НЛО реально существует и что у большеглазых существ есть тайные цели, кажутся нелепыми. Они говорят, что это плоды буйной фантазии, нарушений сна, научной безграмотности и поп-культуры. Мне понятно, почему люди относятся к этому с недоверием. Раньше я тоже так считала, но потом я начала работать с людьми и поняла, что, по-моему, здесь есть истина. Барбара Лэм находит услышанно убедительным. Но являются ли рассказы очевидцев хорошими доказательствами? Мы по-прежнему имеем дело с рассказами, но рассказы – это не доказательства. Рассказ очевидцев – это не научные доказательства. Ученым нужны такие доказательства, которые можно увидеть, потрогать или понюхать. И видно было, что Высокий говорит. Личнопод, пусть даже он кажется очень ярким, тому, кто его имел или кому-то другому, не принимается во внимание при научном подходе. Для сторонников похищения такая позиция свидетельствует о том, что ученые лишены воображения. Если бы ученые заинтересовались этим вопросом, они, наверное, придумали бы способ анализировать рассказы или получить другие виды доказательств. Но ученые этого делать не хотят. С научной точки зрения, если бы кто-то предъявил объективные данные о том, что инопланетянин существует и побывал на Земле, это было бы удивительно. Это было бы невероятно интересно. Мы были бы в восторге. Проблема в том, что доказательств нет. А мы не можем относиться серьезно к чему-то, если нет фактов, которые бы говорили, что это реально существует. Может ли в этом споре быть что-то, кроме поиска научных доказательств? Простейшее объяснение. Существует общепринятый философский принцип, который возник в 14 веке. Если вы решаете задачу, то сначала ищите простейшее решение, потому что велика вероятность того, что оно окажется правильным. Хотя доктор Шосток считает, что простейшее объяснение состоит в том, что люди дают волю фантазии, профессор Джейкобс полагает, что согласующиеся рассказы легче всего объяснить тем, что они правдивы. Когда рассказ о людях, ощущавших постороннее присутствие, слышит специалист по сну доктор Том Юди, он заключает, что это обман чувств. Бывает, что люди считают, что бодрствовали, когда ЭЭГ показывало, что они спят. Но многие сторонники похищения считают выводы доктора Юди неоправданными. По одной простой причине. Я не спала. Это было всего 3 месяца назад, я не спала, и все произошло в середине дня. Это впервые случилось не у меня дома. Проблемы с утренним пролечемочем. Он не учитывает практически ничего, что происходит в связи с похищением. После похищения это просто игнорируется. Могут ли события похищения, которые занимают несколько часов, быть сном? Доктор Юди в этом уверен. Ошибка в оценке времени может составлять от 20-30 минут до нескольких часов. А в нескольких случаях мы видели людей, которые сообщали о переоценке в масштабе 1-2 дней. Случаи абдукции с иронией воспринимаются научным сообществом. Есть ли у этого феномена какие-нибудь физические доказательства? Экспериментальные данные. Почти 50 лет очевидцы рассказывали о том, что увидели НЛО. Делались тысячи снимков таинственных объектов неба, а в 60-х годах люди начали сообщать о тесных контактах с пришельцами-инопланетянами. Один из них сжал мне руку. Существо сидело рядом со мной, вкватив меня руками. Доктор Роджел Лир готов проверить свои материальные доказательства, таинственные объекты, которые он обнаружил в теле людей, утверждавших, что их похищали инопланетяне. Это был стержень длиной примерно 6 миллиметров, и он раскололся на три части. Этот объект впервые будет исследован, так что мы знаем только, что это металл в биологической оболочке. Если анализ покажет, что материал неизвестен, ученым придется признать, что объекты изготовлены не на Земле. И строение этих крошечных предметов сможет сказать что-то о технологии существ, которые их изготовили. Думаю, они могли обнаруживать физиологические изменения в теле, или же они могли быть устройствами, обнаруживающими генетические изменения в наших телах. Видите, он движется. Первый образец для исследования излечен из руки и похищенного. Этим человеком был Тим Каллен, поставщик бетона из Колорадо. Моя первая встреча, когда мне его имплантировали. И у него, и у его жены были одни или два эпизода. Когда мы увидели НЛО, заметили его, то начали события той ночью. Это было что-то потрясающее. Я увидел асферическую форму, огни, много огней. Он был большой, появился прямо перед нашей машиной и пролетел под электропроводами и над холмом. Я почувствовала страх. Оно осталось, и теперь нам очень хочется узнать, что же это такое. Через 20 лет после того, как Каллен и видели НЛО, рентген обнаружил инородный объект в руке Тима. Он считает, что этот объект передавал медицинские сведения о нем на корабль инопланетян. Доктор Лир считает, что это указывает на возможность существования плана по изменению человечества. Доктор Лир привез объект Каллена и еще один, который он удалил с большого пальца ноги женщины в одну из самых передовых лабораторий мира, лабораторию по изучению материалов в Университете Торонто. Если окажется, что в объектах доктора Лира имеются материалы или технологии, не существующие на Земле, это станет огромным научным открытием. Заведующий кафедрой доктор Дук Перович будет наблюдать за анализом. Сказал, что у многих объектов будет термическая история или термомеханическая история компонента. При простом взгляде трудно сказать, что это за материал. То есть он довольно плотный, как мы наблюдаем у металлов, керамики или золота. С помощью разных устройств можно проникнуть внутрь и посмотреть, из чего это состоит. Первый шаг заключается в том, чтобы проверить состав и строение объекта, извлеченного из руки Тима Каллена. Если он создан инопланетными технологиями, то может содержать следы элементов, которых обычно нет в земных материалах. Доктор Лир, мы начнем с анализа на этом приборе. Это полевой эмиссионный электронный микроскоп. Он даст нам картину элементов, которые здесь присутствуют. Любое передающее устройство должно содержать характерные признаки своего назначения, контуры, возможно, какой-то датчик или видимые пути для информации. Но первый шаг — это определение, из чего оно сделано. На дне этих углублений что-то есть. Возможно, это биологические ткани, поскольку проводимость у них хуже, чем образца. Электронный микроскоп дает увеличение до полумиллиона раз. Невероятно. Можно видеть неровности поверхности в целом. При таком увеличении она неровная, хотя на глаз может казаться относительно ровной. При первом рассмотрении объекта, не кажется, машиной нет никаких признаков конструкции или рисунка. Однако надо узнать об этом объекте еще многое. имеются сферические структуры, которые выглядят пустотелами. Пока мы не знаем, что это. Но доктор Лир видит нечто интригующее. Под электронным микроскопом видны интересные структуры. Пока мы не знаем, что это, но, возможно, дальнейшие исследования это покажут. Помимо структуры, лаборатория может проанализировать химический состав объекта. Как видите, здесь целый ряд пиков. То есть состав весьма сложный. Вы не могли принести что-нибудь более простое? Другой раз. Ладно. Как видите, мы имеем железо, хлор, алюминий. Тщательно изучив структуру, химический состав первого объекта, доктор Лира, доктор Овперович делает вывод. Обычный сорт стали с низким или средним количеством углерода, который используется в инструментах, которые должны быть жесткими. При поиске неопровержимого доказательства того, что инопланетяне посещали Землю, образец из руки Тима Каллена не выдержал проверки. Он оказался фрагментом какого-то инструмента из тех, с которыми строители вроде Тима сталкивается каждый день. Надо исследовать второй объект, который был найден в пальце ноги женщины из Калифорнии. Чем он отличается от первого? Оказывается, он очень не похож на первый. Мне не терпится узнать, будет ли здесь тот же состав. И мне. Нет, он определенно другой. Женщину, которой доктор Лир удалил второй объект, говорит, что ее похищали много раз. Присутствует фосфат кальция. Интересно, есть ярко выраженная структура, нечто вроде покрытия на более неровной поверхности. И еще необычно, что эти границы такие прямые. По-моему, это весьма интересно. Масс-спектрометр может обнаружить изотопы, нетипичные для нашей планеты. А как определить, это однородно или есть уплотнение? Можно сопоставить земные и внеземные сигнатуры. Этот анализ поможет нам установить, имеет ли этот материал чисто земной состав или в нем есть нечто необычное. Надо проверить. Это будет интересно. Похоже, между двумя наружными слоями есть центральный слой. Второй вразец имеет явно упорядоченное строение. Этот образец меня заинтересовал. Меня интересует эта четкая граница. Надо потратить еще немного времени и получить дополнительные данные, чтобы точнее определить происхождение этого металлического объекта. металлического объекта. Тут покрытия нет. Хотя это сталь, но это редкий вид стали. Совершенно ясно, что это нечто изготовленное. Но изготовили ли это на другой планете? Конец третьей части. Лучшее доказательство, похищенное инопланетянами. Часть четвертая. Странный объект, удаленный из пальца на ноги американки доктором Роджером Лиром, подвергнут ряду исследований в лаборатории университета Торонто. Профессор Дуг Перович согласен, что объект необычный, но поддержит ли он утверждение доктора Лира о его внеземном происхождении? Когда я только увидел результаты, то подумал, что это может оказаться кусок материала, на который наступили, например, гвоздь. Но при взгляде на микроструктуру видно, что это не типичная медленно охлаждавшаяся микроструктура, которую наблюдает большинство сортов стали. Немного отладим яркость и контрастность. Как будто смотришь на кратер какой-то планеты. Очень необычный вид. Глядя на это, я сразу могу сказать, что микроструктура указывает на сталь, которая затвердела относительно быстро. Некоторые характеристики микроструктуры – это следы термической истории этой стали. Здесь интересны вот эти характеристики микроструктуры, такие вот зазубренные. Мы наблюдаем такие же в метеоритах. Пока я не знаю, есть ли здесь какая-то связь. надо провести химический анализ и выяснить содержание углерода. А можно ли узнать искусственные объекты, при какой температуре возникла сталь? Да, можно идти от микроструктуры и создать термическую историю производства. Да, можно. Большая часть земной стали при производстве охлаждается медленно. это нет. Тут зубчатая микроструктура, которая указывает на быстрое охлаждение. Здесь интересно то, что подобную микроструктуру мы также видим у метеоритов. Пока я не знаю, есть ли здесь связь. Но когда все сведения собраны и проанализированы, доктора Лира ждет разочарования. Второй образец имеет структуру, в которой были три слоя. Это похоже на ножи. Жесткая сердцевина и более мягкие внешние слои стали. Слои стали с разной прочностью, характерны для дамасской ковки. Ножи, изготовленные таким образом, редки, но их изготавливают на нашей планете. Как обломок стали оказался в пальце ноги человека, остается только гадать. Но то, что его имплантировали инопланетяне, это не самое простое и уж точно не самое вероятное. Даже у лучших ученых бывают разные теории, разные взгляды на вещи. Так что, если одно научное исследование показало, что аномалий нет, это еще не является окончательным стопроцентным доказательством отсутствия аномалий, потому что кто-то другой может обнаружить нечто иное. Несмотря на все, что говорят ученые, некоторые люди продолжают верить, что инопланетяне рядом и что у них были и остались какие-то цели. Общая тенденция говорит, что с планетой происходит нечто катастрофическое и что некоторых людей могут готовить к оказанию различной помощи. Скептики возражают, что внешний вид инопланетян из рассказов и их цели отражает наши собственные надежды и страхи. В 50-е годы были инопланетяне, похожие на гуманоидных роботов. В 60-е были скандинавские инопланетяне, высокие, стройные, в белых одеждах и с длинными светлыми волосами. А в 70-х они стали низенькими и худыми, обычно полтора метра ростом, сероватые или зеленоватые, с большими глазами и головой в форме перевернутой капли. Внешность инопланетян соответствует тому, какими общество ожидает их увидеть. Некоторые люди считают, что инопланетяне выглядят точно так же, как мы, потому что используют сперматозоиды и яйцеклетки захваченных людей, создавая гибриды, способные слиться с человечеством. Если это так, то главный вопрос в том, зачем им это могло понадобиться? И на этот вопрос надо ответить. Я ответа не знаю. Хотел бы знать. Думаю, мы найдем людей с сильно ускоренным мышлением, невероятно умных, с творческим решением наших проблем. Они здесь ходят среди нас, улучшают жизнь на Земле. К настоящему времени лучшие доказательства не смогли подтвердить инопланетных похищений. Если в будущем инопланетяне действительно нас посетят, будем надеяться, что они окажутся дружелюбными. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok